основных достоинств царя Шауля, если оправить. Ой, Равзаев, Равзаев, я прошу прощения, я думаю, мы эти вопросы обсуждали, это не к этому. А, все, отлично. Я могу озвучить, да, мы действительно один вопрос не успели посмотреть, если можно, я бы это его сейчас задал. Ну, давайте, да, хорошо, да, пожалуйста. Да, смотрите, получается, Давид своим визитом, ну, в какой-то степени подставил под удар Коэнов. Вот он мог предвидеть такие последствия своих действий, как-то мог это приостановить? Ну, мы будем об этом много говорить, и дальше, если сказать коротко, то да, он же сам говорит, что я видел там Дойга, и было не так трудно, может быть, даже не нужно было обладать умом, аналитическим Давида, для того, чтобы понять последствия того, что он взял хлеб и меч, и тайну ушел от первосвященника. Конечно, может быть, он не предполагал такой быстрой расправы без суда и следствия, но то, что он ставит под удар первосвященника, он, вне всякого сомнения, он об этом подумал. Кемара говорит о том, что часть вины возлагается на Янатана, Янатану нужно было подумать, чтобы дать, не просто спасти Давида от Шауля и помочь ему бежать, надо было дать Давиду какой-то провиант, воду на дорогу, возможно, тогда бы не случилось того, что произошло с с Кагеноменов. Предвидеть мог, но и, как мы увидим дальше, может быть, сегодня, взял на себя полную ответственность за произошедшее, как это бывает с большими людьми, виноваты, не виноваты, если даже краем, как бы, задел, прошелся краем не там, взял на себя полную полную ответственность. Вот, не это должно, можно сказать, поправить уже было что-либо, что-либо трудно, Давид считал себя виноватым, что он не, как бы, не проявил достаточно осторожность, вот, не проявил достаточно осторожности, когда он убедил доего, он ничего не предпринял. Вот, теперь, да, тогда мы с вами с молитвой в сердце продолжаем изучение, и мы помним с вами, что мы рассматриваем передвижение Давида по пустыне, по Иуде, и мы представляем себе, мы представляем себе, что, представляем себе, что это не просто блуждание, по пустыне происходит целый ряд событий, возникает целый ряд событий, целый ряд ситуаций, которые Давид должен решать, фактически, это становление будущего, будущего царя. Вот, давайте посмотрим с вами конец 22 главы, насколько я помню, мы там с вами находимся, сейчас, одну секунду, да, одну секунду, конец 22 главы, или мы уже должны, секунду, 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 так, вот, я открываю, мы с вами проверим, где мы стоим, да, вот, текст видим, правильно, мы помним, что от Плештим, от Плештим Давид возвращается, приходит в Адулам, там он собирает людей, затем он отправляется в Митспе-Моав, и там он оставляет своих родителей, да, вот, родители, к сожалению, погибают, и братья Давида погибают, только один спасается, убежав из Моава к царю Амона, это будет иметь большое значение в последующей истории, царь Амона и брат Давида, они друзья, это повлияет на всю последующую историю, но пока мы с вами здесь, да, мы с вами говорили подробно о казни первосвященника Амиахимелиха, сына Ахитува, да, и обсуждали проблему выполнения всех приказов, очень надеюсь, что это все помнится, да, вот, и то, что мы с вами не успели посмотреть в 22 главе, это «И спасся один из сынов Ахимелиха, сына Ахитува, и имя его Авиатар, и убежал и пошел за Давидом», да, то есть Авиатар, это единственный молодой человек, которому удается скрыться из города Нов, впоследствии мы узнаем, что пострадал не только город Нов, но и пострадало поселение Гевуним, жители Гевона, которые служили в Мешкане, и их также, и это поселение также разгромил Шауль, вот, но пока мы с вами видим, что Авиатар единственный из Кагенов, которые были в Нове, не все Кагены были в Нове, вот, но из тех, кто был в Нове, один Витара убежал и пришел к Давиду, и пришел Витар к Давиду, и поведал Витар Давиду, что убил Шауль Кагенов Бога, и сказал Давид, прямо ответ на ваш вопрос, да, сказал Давид Витару, знал я в тот день, что там дои, Каадуми, он его видел, или, по крайней мере, знал, что он там находится, и что скажет, поведает он Шаулю, я стал причиной гибели всех душ дома отца, дома отца твоего, естественно, Давид раскаивается, и никогда в жизни он не мог себе простить гибели праведников, и особенно праведника Ахимелиха, сына Хитува, но поделать ничего было нельзя, оставалось только раскаяние. Тоже можно спросить, как мы с вами обсуждали, на что рассчитывал Давид, трудно сказать, или он был уставшим, голодным, и думал только о спасении, или, может быть, не только о спасении, но не придал достаточного значения тому, что в мешкане находится доик, подумал, что обойдется, но, как мы видим, как всякий праведник, он берет ответственность на себя, он оставляет Ивьятара с собой, предлагает ему быть всегда с ним, и предлагает ему защищать его всегда, постоянно. это конец 22-й главы, да, здесь мы с вами можем и должны перейти в 23-ю главу, сейчас мы попробуем с вами это сделать, так, вот, я открываю 23-ю главу, открываем 23-ю главу, и открываю ее для вас, так, надеюсь, что текст нам виден, да? Да. И сказали Давиду, говоря, вот Плештим воюют в Киела, и они разоряют токи, с обмолоченными зернами урожая, в этих нескольких строчках масса голоход, масса обстоятельств, масса психологий, посмотрите, люди из Киела, они посылают к Давиду для того, чтобы он их защитил, мы понимаем почему, потому что Шауль забросил все дела, он не выйдет на защиту поселений, селений, городов, для него самое главное поймать Давида, Давид, который находится недалеко от Киела, к нему присылают люди, это то, что мы говорили, происходит становление царя, люди понимают, что их защита не там, не в Гевоне, их защита в пустыне, в укромных местах, где нужно искать Давида, теперь, они разоряют токи, разоряют токи около Киелы, филистимляне еще никого не убили, они не захватили город, ну, можно сказать, ну, пусть они жуют эту солому, которую они взяли, пусть они скормят ее своей скотине, что произошло здесь в конце концов. Гемара в Ирувин на 45-м листе говорит, что если сегодня они пришли за твоей соломой, завтра они придут по твою душу. И пекуах нефиш, забота о жизни, о сохранении жизни, даже в субботу выйти и воевать, если у тебя грабят солому. Это как бы входит в понятие пекуах нефиш. Защитите имущество, потому что если сегодня забирается имущество, ты не будешь противостоять им, завтра они придут забрать твою душу. И вот как бы из-за этой соломы в шутку приходят Давиду. И Давид реагирует. Он понимает и Галаху, и ситуацию. Он понимает, что нельзя позволить грабить солому, потому что завтра захватят город и убьют всех жителей, если не показать свою решительность. Безусловно, эта Галаха имеет отношение и к сегодняшнему дню, если мы можем представить с вами, мы в прошлый раз обсуждали Галаху об отказе исполнения приказов, который имеет прямое отношение к нашим дням, особенно в период Итнаткут, здесь тоже можно сказать, что, понимаете, как сказать, вся политическая как бы линия, основанная на том, что давайте мы им дадим, давайте мы не заметим, это не важно, давайте мы им дадим немножко здесь, давайте мы дадим немножко там, давайте мы дадим территорию, давайте мы уступим там или здесь, с точки зрения Торы, эта политическая линия, она совершенно провальна, она приведет только к еще большему приведет еще большему конфликту, еще большим разгорающимся аппетитом, как сказано в, как сказано в главе Масаей, да, что знай, что если ты не изгонишь народы, то они будут колючками у тебя на дороге и шипами в твоих глазах, и они будут воевать не только за свою землю, они только будут отстаивать тот кусок, который ты им оставил, они будут воевать за твою землю, пока они тебя полностью не изгонят. Это Тора. Хотите делать, что хотите, да, хотите режьте на части, хотите так, хотите сяк, это Тора, потом можно говорить там, что вот можно так, можно сяк, можно эдак, да, это Тора. Это нужно, это нужно понимать, это исходная, да, это исходная позиция. Если пришли грамить солому, завтра они придут забрать твою душу. Это глобальная, глобальная посылка если говорить о галахических ошибках сегодняшнего времени, то в трактате Псахим говорится нечто подобное, говорится, что не отдают никакие территории, да, Аль-Сфар на границе, на границе Израиля с другими народами. Понятно, да, потому что это вот у тебя на границе, вот ты немножко уступишь на границе, тебе потом придется уступать все, да. Как как говорил Рафариэль, который был в свое время равом Ацмоне в Синае, он говорил, что если, что битва за Синай, попытка, что, или можно сказать так, что тот, кто отдаст Синай, он отдаст Иерушалай. Мы видим, что это так и получается, мы видим, что путь к передаче врагу центральных жизненных, как бы, жизненных площадей, если так можно сказать, Штахим, да, как по-русски, да, территорий, да, вот. Это то, к чему мы идем, и к разделению Рафариэль, и к утрате суверенитета над Храмовой горой, начало, начало в отдаче Синая. Когда ты отдаешь что-то, ты отдаешь все. И, скажем, да, вот эта Галаха, что нельзя отдавать территории на границе, да, она была извращена, я уж не хочу говорить кем, одним из авторитетов, которые очень прислушались ему, ну, и он сказал, что речь идет о том, что нельзя отдавать на границе, если в центральной части страны, то можно отдавать, да, вот. И это послужило одним из оснований для соглашений ОСЛА, да, вот, галахических, что, безусловно, является прямой и непосредственной ошибкой, что речь идет совершенно не о том, да, что речь идет о том, что даже на границе нельзя отдавать, тем более в центре страны нельзя отдавать, да, вот, скажем, да, и вот это одно из, скажем, таких мест в Танахе, которое, как прожектор высвечивает нам сегодняшнее время, да, и спросил Давид Бога, говоря, пойти ли мне и поразить ли мне Плештим этих, и сказал Бог Давиду, иди и порази Плештим и спаси Киилу, да, когда речь идет об исполнении заповеди, то не нужно обращаться ко Всевышнему, да, ты, у тебя есть силы для того, чтобы защитить Киилу, не положить туда, не положить там всех своих воинов, иди защити, безусловно, ты должен защитить, как же не защитить, да, здесь ситуация несколько, здесь ситуация несколько сложная, да, Давид, выходя защитить Киилу, после того, как к нему обратились, он фактически берет на себя функции царя, или, можно сказать, неявным образом объявляет себя царем, да, то есть, если человек не сказал, я царь, но он ведет себя как царь, да, ну, понятно, что это является каким-то вызовом существующей власти, поэтому Давид обращается к Богу. Да, Цофрим, интереснейший комментарий, он подчеркивает здесь, на мой взгляд, довольно важный момент, он говорит, что у Давида в этот момент нету еще Урим и Тумим. Авиатар, о котором мы читали в прошлой главе, который прибежал к Давиду, он принес с собой Урим и Тумим, но как в Торе бывает, как в пророках бывает, событие, которое произошло позже, о нем умоминается несколько раньше, говорили у казни Кагенов, говорили о том, что один спас, и сказали, что Авиатар пришел к Давиду, но Авиатар пришел к Давиду только в Киела, он пришел к нему в Киела. У Давида нету Урим и Тумим, он не может одеть этот Урим и Тумим на одного из Кагенов и просить его обратиться ко Всевышнему, чтобы получить ответ через загорающиеся буквы на нагруднике первосвященника. Он обращается ко Всевышнему напрямую, и это очень важно для того, чтобы нам представить с вами уровень Давида. Кто мог обратиться ко Всевышнему и получить ответ сразу? Маше. Больше никто как-то не видится между Давидом и Маше. И Всевышний говорит, Всевышний обращается к Давиду, дает ему ответ и говорит, иди спаси Киела. И сказали люди Давида ему, вот мы здесь в Иуде, страшимся, а теперь пойдем в Киела против войска Плештим, мы видим, что Давид человек необычный, он мыслит иначе, чем другие, он видит свои обязанности иначе, чем другие, другие боятся. Боятся справедливо, не хотят брать на себя функции Шауля, пусть он идет, спасает Киела. Не хотят подвергать себя опасности прямой, непосредственной, не против Плештим. Опасности не со стороны Плештима, а со стороны Шауля. И здесь мы также видим с вами, здесь мы с вами также видим решительность и необычность характера Давида. Мы помним, что царь должен происходить из рода Переца. Перец – это сын Иуды, и само как бы Перец, он как бы есть, так можно сказать, родоначальник, родоначальник или, скажем, основа царской династии в Израиле. И само слово Перец, оно от слова Парац прорвался. И вот всегда, когда вспоминают Давида, говорят Бен Парци из дома Переца, то есть человек, который ведет себя необычно. Ведет себя необычно, не так, как другие, мыслит иначе, на Всевышнего полагается гораздо в большей степени, чем другие, и как бы идет на прорыв. «И пошел Давид и его люди в Киела, и сражался с Плещим, и увел скот их, и поразил их поражением великим, и спас Давид жителей Киела». Что значит «увел скот?» Мы понимаем, все, кто выходили на войну, они приводили с собой какой-то скот для того, чтобы была еда. И Плещим совершенно не были уверены в том, что они найдут везде запасы, и захватят, и разграбят. Что-то они привели с собой скот, который Давид и захватил. И кроме того, что он захватил скот, он нанес им поражение. «И спас жителей Киела». Давайте мы попробуем с вами сейчас открыть карту и посмотреть тот момент, то место на карте, где находится Давид. Окей. Вот если я сделаю так, и теперь сделаю так, и теперь остановлю демонстрацию и открою ее снова. Так, то вот я надеюсь, что мы с вами увидим карту, да? Карту мы видим? Да, видим, видим. Вот Киела, да? Мы видим здесь, что здесь обозначено сражение. Сражение Давид с Плештим, Плештим убегают, да? И дальше, то есть мы понимаем, что из Адулама, напоминаю, он пришел к Соленому морю, да? От Соленого моря он начал движение в пустыню, в пустыню Маон, да? И где-то здесь, где-то здесь в Иуде, а он получил известие от Киелы и пошел в Киелу, из Киелы, он вернется, он вернется в пустыню Зив, как мы с вами увидим. Но у нас еще с вами целый ряд событий, прежде чем Давид окажется в пустыне Зив. Открываем снова 23 главу и движемся по ее тексту. И было, когда Вьетар Бенах и Мелех убежал к Давиду в Киела, Ифод он принес с собой, спустился в его руке. То есть принес с Давиду Ифод. А мы понимаем, что когда он бежал из города Нов, когда еще не пришли разгромить, туда не пришли разгромить дома священников, он узнал, и он взял самое святое, то, что было в Нове, потому что ковчег, как мы помним, он не стоял в Нове в это время, не стоял в Мешкане. И в святая святых лежал Ифод первосвященника. И было сказано Шаулю, что пришел Давид в Киела и сказал Шаулю, предал всесильный его в мою руку, ибо закрылся он, придя в город с воротами на засове. Шауль готов подойти к городу и требовать, чтобы выдали ему Давида. Если ему Давида не выдадут, он объявит войну всему городу. Вряд ли такой небольшой город, как Киела, сможет устоять перед войском Шауля. И созвал Шауль весь народ на войну, чтобы спуститься в Киела, охотиться за Давидом и за его людьми. Если он Давид – воин хитрый, если он уйдет из Киела, Шауль рассчитывает прибыть быстро в этот район и найти его. Для того, чтобы защитить от Плештим, у него не нашлось ни сил, ни времени, никакой охоты, даже желания, скажем, для того, чтобы собрать войско. А здесь он поднимает весь народ. И сказал Давид, что против него, сказал Давид, что против него Шауль замышляет зло. И знал Давид, что против него Шауль замышляет зло. И сказал Ятару, Креду, принеси ифот. И сказал Давид, Бог всесильный Израиля, Виатар одел ифот, как это и положено, в чистоте, встал, и Давид стоит за ним, за его спиной и обращается ко Всевышнему, чтобы Всевышний через нагрудник Пересвященника дал Пересвященнику ответ, который Пересвященник сообщит Давиду. В данном случае нету Пересвященника, можно сказать, что Виатара никто не выбирал. Но есть такой закон, что тот, кто одел одежды Пересвященника, он и есть Пересвященник. Так что тут можно сказать, что Давид произвел Виатаров Пересвященники. Выдадут ли меня хозяева Киила в его руку. Оказывается, в Киила есть хозяева, то, что мы понимаем, люди важные, администрация города, которая, безусловно, связана с царем и не первый день как бы служит Шаулю. В общем-то, они сами пригласили Давида, обратились к Давиду, когда была опасная ситуация, они к Шаулю. А теперь Давид сомневается. Вот сейчас подойдет Шауль, окружит город со всем народом, как сказано, выдадут его, потребуют выдать, выдадут его или не выдадут его. Спустится ли Шауль, как слышал раб твой Бог всесильный Израиля, скажи, пожалуйста, рабу твоему и сказал Бог спустится. То есть тут тоже есть как бы важные моменты, важные детали. Сначала Давид спрашивает, выдадут ли его? Если его не выдадут, то все, как бы разговор закончен, он будет царем, его признают царем, и это понятно, как бы, да, и поэтому Давид, может быть, и спрашивает Всевышнего, как ему поступить, остаться ли в городе, ему ничего не стоит уйти из города, он не подвергнет жителей Киила опасности, вряд ли они будут отвечать перед Шаулем, почему они обратились к Давиду, а не не к Шаулю, да, ему важен другой момент, когда он спрашивает, не настал ли тот момент, когда он должен стать царем, теперь спустится ли Шауль, придет ли Шауль, а что же спрашивать, придет ли он, не сбунтуется ли народ по дороге, вот в чем вопрос, да, то есть все эти вопросы направлены на то, не пришел момент, когда я стану царем, не сбунтуется ли народ против в Шауле и не объявит ли меня царем, Всевышний говорит, придет, окружит город, придут ли хозяева, придадут ли хозяева Киила, меня и людей моих в руку Шауле, сказал Бог, придадут, все, нету никаких шансов, и встал Давид и люди, его около 600 человек и вышли из Киила и пошли куда пойдут, то есть куда глаза глядят, как говорят, а Шауле было сказано, что убежал Давид из Киила и прекратил выходить Шауль, Шауль перестал гоняться за Давидом в надежде, что тот отправится в пустыню и все будет тихо и мирно, ведь проблема была в том, что он пришел, как вы помните, по повелению пророка, пришел в центральную часть Иуды и теперь проблема в том, что к нему обратились люди Киилы за защитой, а теперь он уйдет в пустыню, давайте подождем, может он будет в пустыне и не стоит тогда уже за ним гоняться и сидел Давид в пустыне в укреплениях и сидел на горе в пустыне Зив и искал его в Шауль все дни и не придал Бог его руку, искал через своих саглядатых, не выводил войско, а ждал, что кто-нибудь донесет, где прячется Давид, тогда можно будет попытаться захватить его, но специально гоняться он за ним не гонялся. Сидел Давид в пустыне в укреплениях, мы понимаем, что речь идет о укреплениях естественных или о укреплениях естественных, которые легко, скажем, как бы превратить в небольшие крепости на труднодоступных скалах и там можно там можно перенжевать и оттуда можно скрыться только по тебе одному известному проходу, тропе, если вблизи появится противник. Это имеется в виду, что он сидел в укреплениях. И увидел Давид, что вышел Шауль в его душу, а Давид в пустыне Зив в Хурша. Вышел, он не вывел никого, он просто ищет, он есть соколидаты, и Давиду понятно, что Шауль продолжает искать его, и увидел Давид, что вышел Шауль в его душу, а Давид в пустыне Зив в Хурша. И встал Ионатан бен Шауль и пошел к Давиду в Хурша и укрепил его руки всесильным, благословением всесильного. И сказал Ионатан, сказал ему, не бойся, ибо не достигнет тебя рука Шауля, отца моего, и ты будешь править над Израилем, а я буду тебе вторым лицом, и Шауль, отец мой, тоже знает это. Ионатан пришел к Давиду и посоветовал ему не бегать как заяц или как лань с места на место, а оставаться в одном месте, и тогда, безусловно, Шауль, отец Ионатана, узнает о том, где находится Давид. Но Ионатан сказал, что он уговорит отца, он объяснит отцу, чтобы отец перестал бояться Давида, что Давид будет жить в пустыне, и он больше не появится в таких населенных местах, не появится в Иуде. Ионатан взял как бы это на себя. И сказал ему, не бойся, ибо не достигнет тебя рука Шауль, отца моего ты будешь править над Израилем, то есть пока ты будешь править над Израилем, а я буду у тебя вторым лицом. И Шауль, отец мой, тоже знает это. Придет время, когда ты будешь править над Израилем, и я буду помогать тебе во всем, и я тебя уверяю, что Шауль это знает, и я ему буду напоминать об этом каждый день, я ему буду все объяснять, поэтому перестань бегать с места на место. Понятно, что переход с места на место в тяжелых условиях это еще более трудное дело, чем проживание где-то в пустыне на одном месте, где можно обзавестись каким-то хозяйством, скотом, что-то построить для себя какое-то жилище и как-то сносно даже призимовать, иметь какое-то пропитание и воду, совсем другое, скитаться с места на место, и янатан просит Давида оставаться на одном месте. И заключили они оба союз перед Богом, и сидел Давид в хуша, а янатан пошел в дом свой. То есть Давид надеясь на янатана, он находится в Хурша, недалеко от пустыни Зиф, а может быть Хурша и Зиф это как бы места почти идентичные, но что делать, нам придется еще раз остановить демонстрацию и открыть карту, я думаю, что это правильно, да, вот, посмотреть, да, вот здесь пустыня Зиф, пустыня Зиф, здесь поселение, поселение Зиф, да, вот, и не вижу я здесь на харте, где у нас обозначена Хурша, но Хурша практически место в пустыне Зиф или совсем недалеко от нее, да, вот, да, а мы с вами возвращаемся к тексту и движемся дальше, дальше, сколько у нас есть сил и времени, да, изключили они оба союз и поднялись люди Зиф к Шаулю в Геву, говоря, вот ведь Давид скрывается у нас в скалах, да, мы понимаем, что народ разделен, и Зиф это фактически Иуда, Медбар Иуда, пустыня Иуды, да, и мы видим, что значительная часть Иуды поддерживает Давида, и воины смелые, они поддерживают, из Иуды поддерживают Давида, вот, Кейла видит в нем как бы реальную власть, а вот пустыня Зиф, Зиф, они готовы, готовы служить только Шаулю, и считают его царем, а Давида потом бундовщиком, и они посылают в Гива, говоря, вот, ведь Давид скрывается у нас в скалах, а теперь, как только пожелает душа твоя, царь, спуститься, спускайся, а мы передадим его в руки царя, сможем, поймаем, да, и сказал Шауль, благословен, и Богу, ибо сжалились надо мной, да, Давид видит свое, Шауль видит свое положение как бедственное, ущемленное, и он не требует и не приказывает, как мы уже видели это несколько раз, он благодарит за жалость, проявленную к нему. Видите, идите теперь и приготовьтесь еще, и знайте, и высмотрите место его, где будет нога его, кто видел его там. и осмотрите, узнайте о всех укрытиях, где он прячется там, и верните, вернитесь ко мне, готовыми пойду с вами, будет, если он будет в земле, буду искать его среди мест проживания всех тысяч Иуды. Вот, придите ко мне, если он ускользнет, я пойду во всю Иуду и буду искать его там. И встали и пошли в Зив перед Шаулем, а Давид и его люди в пустыне Маон, в степи южнее Ишимон. Сейчас мы с вами посмотрим. И пошел до Шаулем, люди его, искать его. Был сказан Давиду и спустился в Села, Села это скала, название место, и сидел в пустыне Маон. И пошел Шауль с этой стороны горы, а Давид и его люди с той стороны горы, и Давид торопился уйти от Шауля, о Шауле, люди его окружали, Давида и его людей, чтобы схватить их. Ситуация очень тяжелая, Давид попадает в окружение, у него практически нет возможности выйти из этого окружения. Медраж рассказывает, что когда Давиду казалось, что Шауля окружил его, ему не удастся уйти из его рук, он сказал, зряшему Эль помазал меня на царство. Медраж говорит, что момент был настолько отчаянный, настолько отчаянный момент, что Давид потерял надежду, потерял надежду на будущее и либо бывает, что скажем, пророк что-то делает, а потом у человека не хватает заслуг для того, чтобы предсказание пророка притворилось в жизнь. И тут не то, что зря Шмейль помазал меня на царство, не то, что он ошибся, зря в том смысле, зря, что он положился на меня. У меня много грехов, у меня много ошибок, он это не рассчитал, помазал на меня на царство, а у меня не хватает заслуг для того, чтобы подняться на престол, и вот все, я в руках Шауля, он сейчас меня убьет. Сказал ему Всевышний, мы знаем, что уже знаем, что Всевышний обращался к нему напрямую к Давиду, разве Шмуэль когда-нибудь обманывал, ведь сказано о нем, и узнал весь Израиль от Дана до Берешевы, что Шмуэль истинный пророк Бога, что ни одно, как мы помним, что он не ронял ничего на землю, ни одно из предсказаний Шмуэля не было такого, чтобы оно не сбылось, об этом напоминает ему Всевышний. Впоследствии вспоминая о своем отчаянии в тот момент, когда Шауль должен был вот-вот настичь его, Давид сказал, я сказал, в поспешности любой человек может ошибиться. Это в 116-м псалме. Мы еще раз можем заметить, что в псалме Давида совершенно невозможно понять, не зная его биографии, все его моменты блужданий и переживания в этих блужданиях. И пришел гонять к Шаулю и сказал, поспеши и иди вот сорглись плещим в землю. Всевышний посылает помощь Давиду. Шауль вынужден бросить погоню в тот момент, когда Давид у него уже в руках и он спешно отправляется на границу с плещим для того, чтобы предотвратить их продвижение вглубь земли. Вернулся Шауль от погони за Давидом и пошел навстречу плещим, а мы понимаем, что было причиной вторжения плещим. Единственное, кто был готов противостоять ему, это был Давид. А Шауль показал, что он не будет с ними сражаться из-за соломы, он не будет подниматься тут же со всем своим войском, когда к нему приходит жалоба из Киэла и теперь, когда Давид убежал далеко, плещим выходит войной. Это как бы последствия всего этого противостояния Шауля или, скажем, преследований Шаулем Давида. И вернулся Шаулем от погони за Давидом и пошел навстречу Плещим, поэтому назвали это место скалой разделения. И поднялся Давид оттуда и сидел в укрепленных местах Бейн-Геде. Я вижу, что у нас есть вопрос где-то в чате. Мы с вами только одну секунду посмотрим карту, потом вопрос, потом, если успеем, есть Тейлим, который рассказывает о людях ЗИФ и мы с вами попробуем его тоже посмотреть. Так, секунду, что мы делаем? Мы сейчас открываем карту, да, открываем карту. Секунду. Карта. И вот так вот. Вот. Да. Мы видим здесь опять же пустыню ЗИФ, пустыню Маон. Нас никто, нас текст не предупредил, что он сидит Давид не в ЗИФ, а в Маон. Но мы видим, что перейти сюда было очень легко или, может быть, даже трудно было различить, где кончается пустыня ЗИФ, а где начинается пустыня Маон. И Давид уходит из Маон, как мы с вами видим, показывает стрелку, и он идет в Энгедик, Соленого моря, подальше еще от Шауля, в места совсем пустынные, там, где Давид читает, что его уже не достанет рука, не достанет рука Шауля. Но везде он как бы полагается на милость людей, потому что жить просто в пустыне, среди скал и прокормить 600 человек невозможно. Он должен жить около какого-то населенного пункта, какого-то места, Энгеде, это населенный пункт в пустыне и там есть вода и там можно обратиться за помощью и предложить свои услуги и работу и охрану и так далее. Но Давид с таким числом людей он не может просто долгое время сидеть где-то в пещере или на скале. Теперь давайте мы посмотрим чат, а затем если у нас останется время, мы постараемся с вами так, мы постараемся с вами заглянуть в псалон. Вы специально выбираете тему, что нужно из пальца высаживать вопрос, в моем пальце нет вопросов, отлично, если нет вопросов, очень, очень хорошо. Я вам хочу сказать, что на подготовку занятий уходит очень много времени, как вы понимаете, нужны предварительные знания и так далее. Так что не совсем понял, не совсем понял вопрос, не совсем понял про палец, но ладно, дело ваше, как бы, наше дело маленькое, я могу дать то, что могу дать, могу заверить, что стараюсь сто процентов, Всевышний то у вас русский бог, то всесильный, но я уже предупреждал, что я не концентрируюсь здесь, кроме, может быть, редких случаях на именах Всевышнего, на их значении. Опять же, если есть что-то конкретно, так, ну ладно, тут про батеньку и про нарушение повеления, я очень извиняюсь, так, пожалуйста, не хотите, не слушайте. могу сказать вам, что у меня более сорока лет опыта преподавания, если вы считаете, что я не учел какие-то заповеди, ну, я уже очень извиняюсь, обратитесь, спросите у других, у кого-то, у раввинов, есть в этом нарушение какое-то заповеди, если действительно есть нарушение, пожалуйста, я готов обсудить. Вот, все, хочу заметить вам, что у нас на уроках до сих пор царила царила атмосфера доброжелательности, вот, никто никому никому пальцем не тыкал и так далее. И опять же, воля ваша, если вы не хотите, мне присоединяйте к занятиям, несколько удивлен. Так, хорошо, дальше. Дальше тогда, если здесь окей, поехали, то есть, поехали, пошли, наверное, поехали не очень хорошо, пошли дальше. Попробуем с вами соотнестись с псалмом, который я приготовил для вас. это 54-й псалом, одну секунду, мы его сейчас с вами выбираем. Так, я понимаю, что мне нужно еще раз это сделать. Секунду, вот так вот. Виден псалом, нет? Отлично. Это 54-й псалом, который мы с вами видим. И здесь говорится, что этот псалом сказан «Дево, азефим», когда пришли зефим, люди зифа, и сказали Шаулю, вот Давид прячется у нас, и, в общем-то, можно представить, что это довольно неожиданно, Давид уже, мы помним, что в самом начале он не предполагал, что его кто-то поддержит вообще, а сейчас он не предполагал, что его кто-то выдаст Шаулю, тем более, после Киила, но хорошо, хозяева Киилы, там, люди не стали бы защищать его ценой собственной жизни, не стали бы защищать Давида, это как-то можно понять, но вот так вот выдать человека, Давид уже это не предполагал, да, Давид говорит, всесильный, именем твоим вошиене спаси меня, угворотеха тадинэйни, да, тадинэйни, и мощью твоей суди, суди меня, да, Давид в сложных ситуациях, он обращался к Всевышнему, к судье, имя Луким означает судья, да, тот, кто судит, и он обращался и просил судить его, и он говорил, да, что если я, я ничего не делаю во имя себя, если я не прав, да, если я не прав, накажи меня, да, если я, если я не прав, отвергни меня, да, вот, но, но, и это, конечно, молитва удивительная, которую, наверное, не стоит произносить никому другому, не стоит призывать, вызывать к мере суда, но можно понять из этого величия, величия Давида, который перед лицом, который перед лицом Всевышнего, перед лицом Всевышнего он всегда говорил на, если, если я не прав, ну, значит, я не прав, укажи мне на это, да, я хочу исправить это, то, что, то, что можно исправить, вот, и он взывал к мере суда, и Луким, опять же, к мере суда, послушай молитву, прислушайся к речениям уст моих, да, ибо чужие встали на меня, и могучие домогаются души моей, души моей, но саму Элоким, Лениг, Дам, Сэла, они не, как бы, не поставили перед собой Бога, не видят Бога, не измеряют свои действия с законами справедливости, он называет людей из Ифа чужие, чужие не только, чужие не только для него, чужие для для всего народа, люди с такими свойствами, которые не могут разобраться, что происходит, не могут понять праведника, не могут не могут представить себе представить себе человека, праведность человека, за которым пошли великие люди, он называет их чужими. И в конце Давид просит, обещает, что спаси меня, и я принесу тебе жертвы и буду благодарить твое имя, ибо ты Бог, и здесь уже мира милости, ибо ты Бог, ты благо, ибо из любой беды спасал меня, и я видел поражение врагов моих своими глазами. это просто как мы можем представить себе молитва Давида, когда он узнал, что жители Зивды донесли на него дискрываться, ему нужно уходить в пустыню, Шауль придет с большим числом людей, его положение очень сложное, и тем не менее мы видим, что он в этот момент обращается к Богу, к Всевышнему по имени, которое означает меру суда. Окей, теперь я остановлю демонстрацию, возвращаюсь к вам, и пожалуйста, если есть какие-то вопросы, то пожалуйста. Я хочу, я вижу, что тут господин Авраам Алки продолжает свои нападки, я хочу напомнить, что любое общение строится на принципе взаимного уважения. Равзев, можно вопрос? Да, пожалуйста. Я просто размышляю, может, жители Зифа, зная историю с священниками, подумали, что за донесение информации тоже может постичь какая-то не очень судьба. Совершенно верно, совершенно верно, да, совершенно верно, да, вот, но мы видим особо такого как бы извинения, извинения нету, потому что никто не знает, что Давид у них, но вообще в принципе вы правы, конечно, безусловно, он заходит к ним за продуктами, он заходит к ним за водой, да, или посылает кого-то из своих людей, в то время как все остальные прячутся, да, и, безусловно, вы совершенно правы, что здесь этот мотив вполне и вполне может присутствовать, вполне, да, тем не менее, Давид, видите, относится к ним в псалме, он довольно сурово, называет их людьми чужими для еврейского народа. Что-то есть еще, что хочется спросить? Ладно, тогда я хочу в заключение сказать, что я очень надеюсь что мы с вами из целого ряда стихов, посылок, которые мы здесь встречаем в тексте пророков, я надеюсь, что мы убеждаемся в том, что изучение пророков совершенно необходимо, что невозможно обойтись только одной торой, одним хумажем, тем более невозможно обойтись одним талмудом, хотя не возможно обойтись талмудом, хотя и без талмуда невозможно обойтись, я категорически против того, чтобы просто учить из текста и там, где есть замечания мудрецов талмуда, просто не замечать их и обходить или говорить что-то противоположное, я считаю такую методику совершенно неправильно, существуют самые разные мнения и подходы, мне кажется, у нас есть традиция, у нас есть основа, можно комментировать ее, можно понимать, можно иногда что-то не принять, потому что есть другое противоположное мнение, воспользоваться тем мнением, которое ближе к тебе, но просто отрицать как бы традицию невозможно, но опять же, опять же, одним талмудом мы в своей жизни не обойдемся. Огромное спасибо всем, мы тогда завершим наше занятие с пожеланием всем здоровья, обязательно, успехов и надеюсь до следующей встречи, у нас очень много всего, всего интересного, чем дальше, тем материал становится сложнее, хотя и здесь не просто, так что давайте продвигаться с Божьей помощью. Спасибо.